Миклуха Маклая Миклуха Маклай, Николай Николаевич, для петербургцев это океаны, моря, волны, далеко и совершенно конкретное понятие набережной Маклая, берег Маклая. Берег Маклая тоже всем известно с детства, и вот это сочетание позволяет, оно созвучно, и оно будет запоминаться, и люди будут должны, мы должны это сделать, чтобы они, как-то слыша набережную Миклуха Маклая, сразу вспоминали о береге Маклая. Ну, наше поколение вспоминало, следующее не знаю, но вот через улицу мы заставим. На самом деле, вот топонимика, она позволяет сохранять память и возрождать память. А я вообще, мы все очень вам благодарны о возрождении памяти Миклуха Маклая, потому что никто про нее, конечно, не забывал, но вот актуализировать ее таким образом и вот этими замечательными книгами, которые изданы очень важно, потому что, во-первых, для нас, для петербургцев, это вот путешествия, этнография, антропология, вот там эти Крузенштерны, которые тоже на берегу стоят. Вот это все, отсюда уходили корабли, сюда приходили корабли. Путешествия – это очень важная часть. И этнография. Опять же, на берегу стоит музей антропологии и этнографии, институт антропологии и этнографии, где изучалось и изучается наследие Миклуха Маклая. Это тоже всегда важно, это часть нашей петербургской культуры, и это очень важно сегодня, потому что сегодня тут есть две вещи. С одной стороны, во-первых, у нас очень актуальны все те идеи, которые на практике проповедовал Маклая о равенстве раз, о том, какой народов, равенстве культуры, о том, как должны происходить взаимодействия между народами, у которых культуры различные, отличаются и где-то не совпадают, что в этой ситуации нужно делать. Мы про это хорошо писали в наших статьях, о том, как вы ездили туда на берег Маклая. Сегодня это очень важно, потому что сегодня, в силу всяких разных психологических изменений, антропология и этнография находятся, становятся под ударом. Вообще, так сказать, музей антропологии считается хранилищем краденого, и, в общем, идет такая мощная атака на антропологию и этнографию, которых всех обвиняют в высокомерии и уничтожении цивилизации. Что, на самом деле, верно только частично, и как раз пример Маклая и практика его жительная показывает, что это все не так, и показывает, что это на самом деле и есть диалог цивилизации. Что вот с помощью правильно организованных экспедиций, изучений, сохранения памяти, сохранения наследия, мы можем создавать этот диалог культур, когда люди не чужими в этом едином мире оказываются. То есть, антропология и этнография – это не просто изучение, это и есть форма диалога культуры, очень важная форма диалога культуры, значительно более важная, чем просто, так сказать, отрицание и инвективы в адрес колониализма, ориентализма, этнография, антропология. Вот поэтому, даже, может, немножко неожиданно, когда начинали разговоры про набережную Маклая, когда вы начинали всю работу по сохранению памяти и возвращению вот этого ощущения, что он делал, но еще этого не было, еще не было вот такой общей атаки на исследователей, которые изучают другие культуры. Так что вот я думаю, что по времени звезды как-то сошлись, что набережная Маклая оказывается очень важным элементом нашего дальнейшего интеллектуального развития, как Петербурга, так и вообще. Михаил Борисович, вот Миклух Макай, он в 1996 году, на его 150-летие ЮНЕСКО, был назван гражданином мира, то есть человеком, который принимает не только в России и за рубежом, потому что ценит его, действительно, подход, умение наладить диалог в той ситуации, когда, как кажется со стороны, диалог невозможен. Потому что, когда он отправлялся в Новую Гвинею, ему сразу сказали, что, наверное, ты не останешься в живых, и он присмотрел место, где оставить свои дневники. Да, да. Вот скажите, пожалуйста, вот тот пример из его жизни, умение находить диалог, насколько актуально передавать сейчас, и в какой форме это было бы актуально? Я думаю, что самая актуальная форма – это вот эти вот дневники, потому что я вот сейчас только что несколько страниц там пролетал, и там вот такие, буквально, что-то там погода, что-то сделано. Вот такое живое ощущение того, как человек жил, потому что, да, правда, все эти поездки и следы, они связаны с риском, они были связаны с риском, они сейчас могут быть связаны с риском, именно с риском непонимания. И вот то, как нужно себя вести, чтобы не спровоцировать другого, вот знаешь, всегда может легко спровоцироваться, это вот опыт, часть которого мы, может быть, еще не изучили и должны изучить, потому что в тех ситуациях, которые мы имеем сейчас, их еще не было в какой-то период, они были, вот было что-то при нем, и он находил какие-то пути, которые потом, может быть, были бы уже не актуальны, да, весь глобальный мир, все цивилизовали, все нормально. Вот. И, может быть, особенно не надо церемониться. На самом деле надо церемониться, и сейчас надо церемониться, и вот то, как он церемонился, это все, все надо читать и рассказывать. Михаил Борисович, ну и вот сам для вас, Миклуха Маклая, когда вы о нем сами узнали впервые, и что это вот для… Ну, как бы это сказать, я знал всегда, скажем так, помню, потому что, во-первых, это Петербург, изучали, потом мой двоюродный дедушка занимался наследием Миклуха Маклая, так что я и это знал, что еще это просто не просто какая-то фигура, а фигура, которая связана с нашим, с нашей семьей. Так что он всегда присутствовал везде, ну, потом, значит, как говорится, почти нет потомков, есть потомки, вы, кстати, вот такая везде работали, с вашим дядей, да? Да, да. Вот. Так что это такая петербургская фамилия, мы же привыкли к таким экзотичным фамилиям в Петербурге, так что… Вам огромное спасибо, Николай Иванович. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok